Всем привет! Сегодня какой-то ноября, и я опаздываю на долгожданную съёмку с психологом Ратой. В Шарлотте я встретила несколько женщин, мне кажется, я таких в своей жизни не видела до Шарлотт. Женщины, которые... рядом с которыми чувствуешь, что они королевы. Я не могу другого слова подобрать, оно может быть слишком пафосное, но именно это слово приходит в голову. Вот при них хочется выровнять спину. Вот одна из таких женщин — это Рада. На неё хочется смотреть, слушать, запоминать и ловить каждое, вот как она себя ведёт. Она излучает какое-то достоинство. Я не знаю, может быть, сейчас увидите, поймёте, о чём я говорю. Не знаю, передастся ли это через телефон. Только не путайте королеву с какой-то зазнавшейся сама... что-то там особое. Ну, я к такой не поеду. Откуда Рада, я не знаю. Я знаю, что она давно в Америке, но сколько точно, тоже не знаю. Поэтому сейчас будем знакомиться с ней вместе и всё узнавать. Ливен Рум. Ливен Рум, да, сюда. А, это дайнинг-рум, да? Это дайнинг-рум, да. Начнём с дайнинга. Небольшая столовая, барная стойка, фотографии, картины, зеркала. Да. Можно зайти с той стороны? Там немножко не убрано, но да. Вот это моя мечта прям. А вот это чисто такое американское. Я больше нигде не видела такого. Вот, чтобы вот... Есть всегда такой какой-то, как столик, да, вот с фотографиями. Да, семейные фотографии. Так, а здесь у нас Ливен Рум. Да, здесь гостиная. Штатив у нас уже готов. И тут мы будем всё делать. Да, будем всё делать. Всё, что нужно. Начнём? Сделаем, да. Так. Давай начнём сначала, потому что, в принципе, и я толком не знаю про тебя ничего, кроме того, что ты рада, я даже не знаю, откуда ты приехала. Расскажешь, откуда, когда и как, по какой там визе. Я приехала из России. Я россиянка, я с Хабаровска. Да ты что? Да, я с Дальнего Востока. Я родилась и выросла на Дальнем Востоке. Закончила институт, проработала год после института и в конце 90-х переехала в Америку. Но до этого я в начале 90-х, у меня был опыт, я поехала на Аляску и училась в high school на Аляске. А как ты училась в high school? Я в Хабаровске встретила женщину, американку, и она пригласила меня с ней пожить в их семье. Это не был официальный обмен студентами, что ли, но она пригласила пожить у нее дома с ее мужем, детьми и ходить в школу. Как бы так, из дружеских собраний. Я ее очаровала, и это был такой очень хороший опыт. Я жила в Анкоридже, ходила в американскую школу, а потом вернулась и поступила уже в институт в родном городе. Отпустили? Ну, тяжело было, но как-то отпустили, да, не знаю, как-то поверили. Сколько лет тебе было? Мне было 16. 16 лет тебе родители отпустили к незнакомой тетке? Ну, мама ее знала, да, они знали, кто она, мы с ней познакомились и отпустила, поверила, да. Сколько это длилось? Это не долго длилось, это всего год длился. Всего год? Думаю, ты скажешь, всего месяц? Нет, это был год, это полный был учебный год в американской школе. Последний был. Да, это был последний. Ты получила аттестат американский ставить? Ну, примерно, да. Да, я вернулась в Россию, сдала экзамены за русский аттестат, получила русский аттестат. А тебе как-то помог в России вот этот американский аттестат? Или он нигде-то его не показывал? Нет, американского аттестата у меня не было. Нет, нет. Ну, здесь в американской школе... Мне не могли бы его дать, потому что я, чтобы получить американский аттестат, нужно все-таки все классы нужные набрать, а за год бы я их не набрала. Может, это четырехлетняя программа в high school, и никто бы мне его не дал аттестат. Это просто было больше для опыта. Да, было очень интересно. А вы с ним поддерживаете сейчас? Да, да, поддерживаем. Аляска очень красивый штат, красивый, холодный, малонаселенный. Те люди, которые любят кемпинг, ходить на рыбалку, какую-то охоту, быть все время на улице, наблюдать, по горам лазить, скажем, там красивые озера, реки, для них это будет рай. Рыбалка, наверное, самая лучшая будет, как раз там будет рыбалка лучшая. Вернулась в Россию, поступила, да, куда-то? Угу, я закончила педагогический университет, иностранный факультет. Потом я проработала год в рекламном агентстве. После года в рекламном агентстве я переехала в Америку. Как ты попала сюда? Самолетом. Так, хорошо. Да, я встретила моего мужа, и он меня привез сюда, по виде невесты. Интернет? Так все, наверное, в 90-х это делали. В 90-х у тебя был интернет уже? Да. Даже в далеком Хабаровске был. Неплохо вы жили там в Хабаровске. У нас все было. Это вот сейчас, в котором ты так и живешь? Это другой уже? Первый муж был. Но ты не возвращалась, получила гражданство, да? А где ты жила в Америке еще? Ну, я какое-то время, одно лето я в Калифорнии жила, жила в Пенсильвании, жила в Канзасе. И вот уже практически 20 лет я живу в Северной Каролине. И как тебе? Я люблю, мне очень здесь хорошо. Я думаю, я прижила здесь. Мне здесь нравится. Часто люди спрашивают, почему Шарли? Ну, получилось так, что работа моего бывшего мужа нас привела в этот штат, и мы здесь зацепились и просто остались. Как получилось? До этого я жила в Канзасе. Почему нравится? Почему что в Канзасе? Я вообще не знаю ничего, что в Канзасе. А, Канзас тоже был по работе прошлого мужа. Прошлого бывшего мужа. В Канзасе мне было очень хорошо. Родился мой сын. Мы прожили там два года, и у меня самые теплые, самые хорошие впечатления про Канзас. Была очень хорошая русская комьюнити. Мои самые лучшие подруги, наверное, завязались в Америке там, с которыми я поддерживаю до сих пор контакт и дружу. Сам штат может быть не очень красивый, он плоский, мало зелени, деревьев, торнадо и всякое разное такого плана. Но довольно, не знаю, как-то люди попадались хорошие, и как-то моя жизнь была там хорошая, и семейная, и рождение ребенка, поэтому у меня только теплое впечатление. Ну, да лично это. Да. Если вот так вот, чтобы рекомендовать, как бы переехать в Канзас? Наверное, на данный момент я бы, наверное, туда не поехала, пожив где-то в других местах, посмотреть, наверное, нет. Я считаю, есть более красивые. А где бы ты смогла жить, если не Северная Каролина? Ну, здесь Северная Каролина, Южная Каролина красивая. Я не была в Колорадо на свой грех, наверное, я не видела, говорят, очень красивый штат. Конечно, я люблю Калифорнию, но она очень дорогая. Все-таки в Северной Каролине мы можем иметь больше, немножко за меньше денег, чем, скажем, в той же Калифорнии. А Нью-Йорк тебе как? Нью-Йорк, ну, у меня как раз сын там учится в университете сейчас. Я избалована климатом Северной Каролины, Южной Каролины на данный момент. Мне будет сложно куда-то переехать в более холодное место. Я считаю, я отмотала полжизни в холодном Абаровске. И снег, и долгие зимы, метели, и лед, и мне как-то этого хватило. На данный момент я не поеду. Нет плана. Ты давно была в Абаровске? Да, в 12-м году. Хотели в Америку? Маму? Ну, наверное, хотели на какой-то момент. Тяжело переезжать, когда ты уже в взрослом состоянии менять. Как бы старые деревья очень тяжело пересаживать. И тем более, когда не водишь машину и сидеть в доме. И когда все остальные дома нет, мы работаем очень много, длинные часы. И поэтому такое ощущение, когда мама приезжает, постоянно вас нету. Я одна под замком сижу. Тоже не самое лучшее времяпровождение. Все-таки Европа есть Европа. Ты можешь выйти, автобус, пройтись куда-то. А здесь ты привязан к машине. По крайней мере, у нас в городе, конечно, это не Нью-Йорк, не какие-то большие, где ты можешь передвигаться сам по себе. А здесь мы привязаны к машине. Расскажи, как ты здесь училась, на кого? На кого я здесь училась? В 2004 году я пошла в университет. Я выучилась на психолога. Это американская программа. В России я не училась на психолога. Я закончила педагогический университет. Конечно, у нас были лекции и предметы психологии. Но узкого направления психологии я здесь уже получила как мастера дегри. Ты психолог? Да. И психотерапевт? Ну, дело в том, что, наверное, в России психотерапевт будет тот, кто... Тут, наверное, медицинское образование нужно для российского психотерапевта. А в Америке этого нет. Ну, наверное, то, что мы делаем, то, что здесь называется российский эквивалент, русский будет клинический психолог, наверное, скажем так. А психиатр? Психиатр – это медицинский доктор. Они должны заканчивать либо медицинскую школу, либо мединститут, и у них есть возможность выписывать лекарства. Потому что они врачи, я не врач, и у меня нет возможности выписывать лекарства. Ну, расходимся. Ну, я всегда могу направить к хорошим врачам, которые я знаю, с кем я работаю. Волшебной таблетки нету, их не существует, но комбинация медикаментозного лечения и психотерапия всегда дает улучшение. Какое твое направление? Направление – депрессия, тревожность, скажем так, relationship issues, работа с парами. Это в основном, что я делаю. Иногда я работаю с детьми, с подростками, но это не главное направление. Сейчас вернемся к университету. Сколько ты училась? Три года. Сколько стоит? Это ты получаешь диплом или это как… Диплом. Это диплом, это мастер, это после четырехлетнего образования идет дополнительное образование. То есть мой российский диплом был эвалюирован, мне не нужно было. То есть я уже шла наверх, выше добавляла образование на то, что у меня уже было из России. И так, кстати, можно сделать практически с любой профессией. Ну, наверное. Можно эвалюировать свой диплом. Да. И ты начинаешь не с самого начала. Нет. Я даже для юриста узнавала. То есть ты какие-то часы смотришь, берешь выписку, какие курсы ты прошел, отслушал, сколько там лекций и идешь дальше. В зависимости на какую вторую профессию кто хочет пойти и всегда смотрят из первого диплома, какие можно взять за честь предметы из первого диплома. Если сильная разница, если ты был, я не знаю, кем ты там был, инженером, и ты вдруг хочешь идти на быть медсестрой, то, конечно, наверное, у тебя не будет хватать биологии и химии в первом дипломе. Нужно будет их забирать. То есть все нужно индивидуально оснащить. Но это возможно. Сколько это стоило? Ой, я брала заемы, выплатила. Ну, это круто. Да. Я часто долго выплачу. Да, я выплатила. А я не помню на данный момент. Я не была так. Ну, приблизительно. 10, 50, 100. А, нет, нет. 300. Нет, нет, нет. А может быть в районе 20-25 тысяч я заплатила. Да. Ну, терпимо. Да. За три года. Да. Но это было 2004-2006-2007 год. Я думаю, да. Я точно не знаю, но я уверена, наверное, цены изменились. У тебя частная своя практика или ты пошла куда-то, устроилась на... Да. Дело в том, что когда заканчиваешь, у тебя нет автоматической лицензии на право деятельности. То есть ты работаешь в разных организациях с разными планы людьми и набираешь эти часы очень долгие. И работаешь с супервайзером, который тебя ведет, который проверяет твою работу, который корректирует твою работу, которому ты отвечаешь. И это были очень долгие часы, скажем так. Но это не как волонтер, то есть... Ну нет, это плачево, это плачево. Конечно, ты работаешь на какую-то организацию, и там есть человек, который помогает тебе встать на ноги профессионально. Ты набираешь эти часы, и потом ты подаешь эти часы в определенную организацию, которая отвечает за выдачу тебе лицензии на деятельности. И потом, спустя три года, это заняло. Очень много часов нужно набирать. Спустя три года ты получила лицензию? Да. Твою первую зарплату, какой старт? Если после университета, сколько платят у ЗИБУ? Три года. Ну в час, да, я так понимаю. Нет, это смотря где работаешь. Смотря на какие организации, если не работаешь на себя, то оплата очень маленькая. Потому что если работаешь в каких-то коммунальных центрах наподобие, где приходят, не знаю, люди, которые могут не иметь много потратить, она им, которая нужна психологическая помощь, а зарплаты, не знаю, могут быть не больше 40 тысяч в год. Тем не менее, порог бедности у нас в Северной Каролине на семью из трех человек порядка 42 тысяч. Ну здесь, я смотрю на бомжей, мне их не жалко. Их тут кормят, их тут, ну, я понимаю, что у них там миллион всяких там программ. Я знаю, что там, если они могут зайти в кафе, сказать, дать и поесть, им дадут поесть. Ну, то есть, а у нас бомжи, ну, я смотрю на их обувь, они напорят в найк. Это давно не было. Да, но я вижу бомбу, я работаю с бомжами здесь сейчас в больнице, поэтому я вижу местные бомжи. А у нас или нет, наши бомжи, вот так вот натягивают пакеты и вот так вот проволокой обматывают, потому что обуви нет, в принципе. Ну, другие бомжи. Ну, другие бомжи, во что у них есть программы какие-то? Да, конечно, есть, но они тоже переполнены, на них тоже не хватает всем финансов, финансирования, не знаю, от штата или федеральной финансы. Они тоже, тем более из-за ковида сейчас эти шелтеры, которые берут бездомных людей, они тоже переполнены. Из-за ковида они даже лишних на данный момент не берут. То есть, многие люди не могут попасть в шелтер, то есть, они спят на улицах в холодные ночи сейчас, и дождливые. И правильно я поняла, что здесь американские бомжи отговаривают с психологом? Ну, они могут, да. Есть места, которые работают за очень маленькие деньги. Есть такие возможности. Если они смогут туда дойти, дойти или доехать, у них нет средств. Вернее, они собирают средства на улице, стоят, но, как правило, эти средства собираются не на еду, а собираются на наркотики и алкоголь. То есть, деньги не давать вам же? Ну, я бы не рекомендовала, потому что я этих людей вижу потом в больницу, они приходят, и они не все время говорят, на что эти деньги тратятся. И они все на наркотиках, как правило. Они у нас сидят в основном все вот в одном районе, в Аптауне. Ага, ну, как правило, да. Вот они там под мостом. А под мостом есть еще городок палаточный, рядом. Палаточный, да. Да, недалеко от Аптауна, немножко к северу есть палаточный городок. Ну, это все равно там в центре, кстати. Да, в центре города. И они вот там все тусуются. Ну, да, наверное, там. Может, еще где, я не знаю. Но там большое скопление, да. Там, видимо, такая коммуна такая. Да, они поддерживают, видимо, как-то себя. Ну, им тоже тяжело. Но они не моются, они очень плохо пахнут, когда они попадают в больницу, потому что у них нет возможности горячего душа. В Америке многое все делается в кредит. Ты же знаешь. Да. Дома, аренда, квартиры или ипотека, многое в кредит. Зависит многое на то, что ты должен это каждый месяц как-то выплачивать, чтобы у тебя была крыша над головой. Если человек теряет работу, у него нет дохода, он теряет дом. Много таких людей, которые становятся, выходят на улицу, у них просто нет заработка, дохода. То есть это один вариант. Такое есть, к сожалению. Очень страшно. А второй вариант – люди психическими отклонениями и те, которые очень долго пользуются наркотиками и алкоголики, и наркоманы, которые по многим причинам начинают это пользоваться, потом у них это доходит, что они теряют работу, они не могут работать, их родственники не могут продолжать их содержать, у них портятся взаимоотношения с родственниками, и они оказываются на улице, потому что их уже никто не хочет. И они продолжают просить деньги на свои зависимости, потому что алкоголь, наркотики – это зависимости. Они живут на улице и продолжают наркоманить, и у них нет денег на свои психотропные какие-то медикаменты, которые им нужно принимать, если они страдают чезофинию или биполярным расстройством часто. У них просто нет этих средств, чтобы поддерживать свой здравый смысл, свое здоровое психическое состояние. И наложение зависимости наверх того, просто они на улице очень долго, и они наверняка, навряд ли когда-то сойдут с улицы. Есть оттуда выход? Есть такие случаи, когда возвращаются к нормальной жизни? Я не видела. Это очень сильно затягивает. Такие случаи могут случиться, если у человека есть поддержка социальная, поддержка в лице семьи, в лице друзей, которые помогут финансово номер один, плюс профессиональная помощь, где психическая профессиональность, психологическая, психиатр, психолог, плюс медицинская помощь. Может быть, да. В таких случаях можно. Но без поддержки других, если им негде спать и нечего кушать, они не могут думать о высшем плане, как преодолеть эту зависимость, потому что как по пирамиде Мазлова, пока самые basic needs не встречи, не удовлетворены, о высшем думать невозможно. Там есть дети? Конечно. А детей никак не забирают, не пристраивают? Не пристраивают, да. Да, их забирают. Это foster care. Забирают на какое-то время adoptions and foster care, да, есть. Если не к бабушкам, не к дедушкам, да. А в Америке есть детские дома? Они, скорее всего, наверное, по foster care расходятся, то есть по тем семьям, которые себе берут этих детей на воспитание, и государство им платит деньги за то, что они берут эти детей. А государственного детского дома? Я не видела. Есть group homes. Я вот слышала, что вы говорите. Есть group homes. Такие дома, опять же, кто-то финансирует, ну, какие-то такие программы, где живут, ну, не маленькие дети, а уже, скажем, подростки, ну, иногда подростки, иногда за 20 лет и выше, скажем, дом на 4-5 человек, и они живут, у них есть какой-то такой руководитель в этом доме, где за ними присматривают. И эти люди, как правило, имеют отклонение умственное. Где у них маленький IQ и тому подобное. А так, в детских домах, как правило, я не знакома для детей. По foster care разбирают. Напишешь, как это слово, по foster care, как напишешься. Ну, тоже русского варианта, не знаю. Ну, просто берут себе на дом. И некоторые, к сожалению, это, не знаю, люди иногда берут это, потому что им приплачивают за это, чтобы был лишний доход. Я встречала такие случаи. Какое отношение к детям? Как правило, неплохое. Некоторые, может быть, не знаю, это тяжело, когда эти дети нелегкие, скажем так. У них была очень тяжелая травмированная жизнь. И когда они попадают в новую семью, они несут с собой эти травмы. Травмы распада семьи, может быть, какой-то абьюз происходил в прошлых семьях. То есть у них была очень нелегкая жизнь. И, конечно, эти дети, с ними общаться очень тяжело. Им нужно море любви, море заботы, море ласки. И, может быть, тогда они оттают. То есть это должны быть люди, которые хотят с этими проблемами работать каждый день. Являться в школу, работать со всеми остальными людьми, которые, ну, какие-то помощи, разные организации, которые могут вовлечены быть в работу с этими людьми. Ты бы смогла задать ребенка такого? Наверное, нет. На данный момент нет. Кто знает, как дальше будет? Ну, ты и так сталкиваешься с ними много? Я с ними работаю по работе. Мне как-то, да. Достаточно. Да. Ну, на данный момент, да. Это очень тяжело. Это, ну, стрессово, скажем так. Хотя это прекрасно. Кто это делает, я преклоняюсь перед ним. Ты сталкивалась с проблемами иммигрантов психологически? Нужно понимать, зачем я переезжаю в другую страну, когда мне за 30, за 40, за 50, за 60. Нужно четко осознавать эти причины и понимать, что мне будет тяжело. Что я все оставляю, всю свою жизнь до этого. Друзей, знакомые, свою любимую еду тоже иногда, свои любимые продукты. Друзей детства, студенческие друзей. Я это все оставляю. Стоит ли оно того, переезжать для чего? Если я еду к внукам, к детям, да, это будет хорошо на какой-то момент. Но у них же своя жизнь, они как-то будут, они жили и жили будут своей жизнью. Наверное, они не будут, не будет такой возможности 100% нянчиться. Ну, нянчиться неплохое слово. Ты сейчас говоришь про воссоединение, когда переезжают. Ну, может быть, да. Но даже если и без воссоединения. Нужно понимать четкие причины, зачем я еду. Что я хочу для себя достичь в этом случае. А когда цель стоит, и ты понимаешь, чем ты можешь рисковать, что потерять. Но если у тебя более большая картина перед тобой, к чему я иду, то как-то эти трудности, они будут, они, наверное, будут менее болезненными. Потому что если будет более позитивный настрой на то, к чему я хочу, к чему я иду. То есть если тот, кто едет, потому что здесь там деньги на деревьях растут, они чего не растут? Нет, они тут не растут. Нет, совершенно не растут. Да. И кто так думает, они ошибаются очень. Люди работают очень тяжело. Много часов в неделю, чтобы что-то более-менее для себя иметь. Но это разница с нашими странами, потому что это здесь вознаграждаются. Да, оплачиваются. Давай перейдем к ценам. Окей. Сколько стоит у тебя сеанс? 120 долларов в час. Ну, 50-55 минут. Психолог вообще популярно аж в Америке у нас. Да, здесь популярно. Да, здесь популярно. Город Шарлот, скажем так, перенасыщен. Профессионалами в этой области очень много. Профессионалами или больными? Ну, если говорить о количестве психологов или клинических психологов, психиатров. Психиатров немножко меньше и сложнее, меньше как врачей. А вообще очень много профессионалов в этой области. То есть можно выбрать на вкус и цвет. В прямом и переносном смысле есть выбор большой. А больных у нас много? Я считаю, что да. Ну, как больных? О чем больных? Есть, ну, не все, не нужно все называть болезнью. Есть какие-то временные трудности, где человеку нужно просто помочь разобраться с этим. И это нормально. Некоторые, конечно, пишут на Facebook, вы решите мою проблему. И тогда все 200 человек этой группы начинают это решать. И, наверное, это помогает в какой-то области в какой-то момент. А иногда некоторые идут все-таки к профессионалу. Не страшно по улице ходить? Видишь ли ты своих на улице? Ты же разговаривала с этим психологом, она говорит, вы просто не понимаете, сколько наших пациентов будет по улице. Я вот так-то запомнила. Ну, в Америке мы ходим меньше, но если я проезжаю в какой-то части города, то я избегаю проезжать в какой-то части города, я это все вижу. Поэтому я туда, наверное, не съезжу. Есть где-то районы Шарлотта, где больше? Да. Запад-Восток? Да. Запад-Восток и, наверное, Аптаун очень много. Там и к северу от центра города. Не хотела там жить? О, нет, ни в коем случае. Нет. Надеюсь, жизнь не заставит туда, там попасть, там поселиться. Да, не самый лучший район. А ты знаешь, кого-нибудь там живешь? Я лично нет. Ну, из нас? Из русскоговорящего? Нет, я не знаю. Я же была юристом, знаешь, нет? Да. И одна из причин, почему я это все дело бросила, потому что мне надоело решать чужие проблемы. И я находилась, я поняла, что я нахожусь в постоянном стрессе каком-то. Хотя я даже это не поняла до того момента, пока я не вышла из этого всего. Как ты с этим живешь, как ты с этим справляешься? Ну, к тебе же не приходят счастливые люди. Нет, это очень тяжело. А в личной практике это легче, но я еще работаю в больнице, а в больнице намного тяжелее. На мои выходные дни после больницы я восстанавливаюсь. У меня восстановительные периоды, я вот такую реабилитацию себе каждый раз провожу. У меня как-то меньше сил на что-то делать, потому что я выжитая как лимон, морально выжитая, психологически выжитая, а потом снова туда ныряю, потом выныряю, потом отсыпаюсь, не знаю, как-то пытаюсь, я не хочу сказать, отъедаюсь, но как-то пытаюсь себя реабилитировать. Да, тяжело, очень тяжело. Здесь важно, ну, по-английски это называется self-care, то есть забота о себе какая-то между... Если ты не будешь заботиться о себе, ты не можешь помочь другим, правильно? То есть ты должен начать с себя. Это как в самолете, одевая маску на себя, да, для дыхания, а потом для своих детей, кто рядом сидит, иначе это невозможно. Так и здесь. Как бы наполнять свой сосуд позитивом и здоровьем, чтобы потом было из чего из этого сосуда дать людям, которым очень плохо. Да нет. Это тяжело. Ну, когда видишь результат, то это как-то, не знаю, дает тебе надежду, что ты, наверное... Ну, тоже, когда видишь, что ты помогаешь людям, что им лучше, что они какие-то решают свои проблемы, они спокойнее. У многих людей нет поддержки семьи, друзей. Вот им не с кем поговорить. И я не провожу беседы о погоде, да. Но иногда человеку даже о глупостях не с кем поговорить. И даже когда кто-то их выслушает о какой-то глупости, это может быть и имеет терапевтический эффект. Были такие случаи, когда люди сходятся обратно, приходят с проблемами и возвращаются друг к другу? Да, бывают. Бывают и расходятся. А цель терапии не в том, чтобы не сделать, чтобы пара не разошлась. Иногда в течение терапии они понимают, что мы не созданы для того, чтобы нам лучше разойтись. То есть цель привести их самих к тому решению, что будет лучше для них. Это ерунда. Зачем насильно? Нет. Насильно мил не будешь, ты счастлив не будешь, и никто не будет счастлив. Я никогда никому не могу сказать, что им делать, потому что никто меня не послушает, даже если все мое есть мнение. Все сделают так, как они считают нужным все равно. Моя цель привести их к тому решению, которое будет правильным для них, чтобы они сами к этому решению пришли. Так, что я спрашивала? А я уже не помню. А, про личностные расстройства. То есть личностные расстройства, они очень тяжелые, с ними работать очень тяжело, от них нету таблетки, которые можно дать. Личностные расстройства, это что такое? Ну, это в том, что я все это учила на английском языке. Ну, ты говори, как есть. Мне сложно. У меня там все знают английский. Ну, это может быть и нарциссизм какой-то. Это может быть body line personality disorder. Это очень тяжелые расстройства, их миллионы, их личностные расстройства. посмотреть. Есть книга его сестры, в которой она описывает, что он его расстройствует. Слышала, да? Нет, про книгу я не слышала, но я могу согласиться. Наверняка там что-то есть и было бы интересно узнать, какие лекарства он принимает, контролировать это. Думаешь, что он принимает? Ну, я не исключаю. Я еще тоже отойду немножко в политику. Про Лукашенко не знаю, ты смотрела, нет? Да, ужасно, что происходит. Это вообще тяжелый психологический случай. Да, очень плохо, да. Мне очень больно за Беларусь. Ну, это отдельно, это больно, да, но мне, я там смотрю иногда каких-то там политологов, которые там делают какие-то прогнозы, что будет. А в какой-то момент я поняла, что когда человек больной, мне кажется, сложно спрогнозировать, а как он дальше себя поведет. Это так или нет? Да. Потому что они-то их оценивают, наверное, как, если бы нормальный человек был. Адекватного человека, да, не все адекватные. А если они адекватные, то я не знаю. Ну, как, чем это закончится. Ну, там все может плохо закончиться. Да, из-за этого страха, из-за этого больно. Ну, он так сейчас плохо и заканчивается, да. Про сына. Давай. Пару слов. Сколько ему сейчас лет? А, 20. Да. Я думаю, старше. Нет, 20, но он выглядит старше. Я помню, я его видела, такой мужик прям. Ага, кабанчик. Рослый, да, спортсмен, занимается спортом, любит все эти физические нагрузки, да, он высокий, крупный мальчик, поэтому... В России он был последний раз, ему было сколько лет? 12 лет. Вы ему делали российский паспорт? Нет. Почему? А, мой муж был против, нужно согласие двух родителей. А чем муж аргументировал? Ну, наверное, муж американец побоялся, наверное, что вывезу, похитил, не знаю, трудно понять. Тоже, наверное, неадекватный был в этом плане, кто его знает. Так как нужно было согласие от моих родителей. Я его понимаю, я его мужа понимаю. Да, ну, не сделали. В принципе, наверное, в взрослом возрасте человек может сам решить и подать на гражданство в любое время. Он же, так как ты гражданка, то он может иметь право. Наверное, да. Я не смотрела последние законы. Ну, как-то надобности не было. Потом я все равно переживаю про военную службу. Не знаю, правильные переживания или нет. Мне бы не хотелось этого. Конечно, правильно. Вот, лишние переживания тоже. Он по-русски говорит? Нет, с трудом. Плохо. Чуть-чуть. Он знает, когда я ругаюсь. Основное все знает. Может минимально ответить, а так нет. Все по-английски. Нет у тебя сожаления, что вы не сохранила ему русский язык? Да, есть. И у него есть. Он мне сейчас говорит, что жалеет, что не выучил. На тот момент, конечно, он не хотел. Ну, как-то дома по-английски, в школу по-английски. Я когда одна русскоговорящая дома... Он понимает? Он многое понимает. Многое понимает. Он знает, может понять, о чем идет речь. Он прекрасно, а Марина хорошо разговаривает пока. Ей сложнее на английском еще все еще. И она как бы, если детей она выбирает, то есть, кто говорит, она мне подходит, это русский ребенок. Это русский. Ну, сейчас она понимает, что русский английский, а раньше она просто говорила, это гости. Потому что гости к нам приходят только русские. И она считала, что гости, это все, кто говорят по-русски, это гости. А все американцы это хай. Потому что они хай говорят, это хай, это гости или это хай. Я не сразу поняла, когда поняла, как это тоже было весело. К тебе обращаются наши иммигранты за помощью? Какие самые частые проблемы? А я бы не сказала, что они чисто по иммигрантским вопросам обращаются, как ассимиляция в жизни, к жизни нынешней. Таких вопросов я не получаю. А что получаешь? Более какие-то личностные моменты. То, что человек сам проходит через какие-то трудности, независимо от того, где они находятся, в какой стране. Тут, наверное, если трудности вместе, если не выживешь в этих трудностях вместе, наверное, пары будут распадаться. Или, наоборот, укрепится брак, когда проходишь. Это как, захочешь узнать, хороший человек для тебя подходит или нет, поклей с ним обои. Вот то же самое, наверное, можно сравнить, наверное, когда переезжаешь в новую страну без языка, не знаешь правила, где, чего, когда, и сложно, и быть тяжелый может быть, смотря где, чего, и если нет денег, то если или пройдешь, или трудности, или укрепляться в отношении, или они распадутся. Потому что не все выдерживают, потому что кому-то это легче, кто-то начинает в себе замыкаться, кто-то уходить из дома, кто-то к бутылке может пристраститься, кто-то может любовника, любовницу завести, чтобы как-то легче, ну, помогать себе пережить трудные моменты. Все же переживают трудные моменты по-разному, как бы отвлекаются разными способами. Я по-прежнему предпочитаю русское телевидение, да. Я смотрю больше русских фильмов, русские передачи, а русскую музыку я все равно больше слушаю. Ты бы смогла вернуться в Россию? Навсегда? Ой, не знаю. Очень хороший профессионный вопрос. Да, вот этот вопрос на 100 долларов. А, я не знаю, смотря куда, но явно не в холодное место уже. Ну, в Сочи, например. А что я там буду делать? Другой вопрос. Я же не брошу свою семью, правильно? Ну, допустим, с семьей. Нет, семья моя не переедет. Ну, теоретически можно что-то фантазировать. Нет, нет, потому что семья моя не сможет там зарабатывать. А если они не смогут там зарабатывать, то на что мы будем жить? Мы живем там, где есть работа. Кстати, думала о том, что слово пациент от слова пэшент. Пэшент? Да. Терпеливый. Терпеливый. Они не все терпеливы. Но должен был быть. Ну, нельзя сказать должен. Ну, наверное, с тех пор, когда оно возникло, тогда не было никаких анезобезболивающих, поэтому они должны терпеть. Наверное, оттуда слово пришло. Наверное. Интересная мысль, надо будет прочитать на этом. Да. Так вот, были ли у тебя такие пациенты, которые с таким приходят грузом, багажом, что ты сидишь и думаешь, вам ничего уже не поможет? Ну, или что ты, ну, прям какой-то такой дурдом-дурдом, что прям сложно это... Или там уже в психиатрию их надо отправлять? Есть. И я могу привести пример. Это не потому, что я такая плохая, я думаю, ничего не поможет. Как правило, это люди с большими травмами. И как правило, это люди с большими детскими травмами. Например, это могут быть... Почему я ненавижу педофилов? Все те, кто в детстве прошли какие-то изнасилования, мальчики, девочки, которые, скажем, не одноразовое изнасилование, а которых насиловали очень долго, с раннего возраста, достаточно долгое время, эти люди вырастают, если они выживают. Мне их так жалко до глубины души, они... Я даже не знаю, как слово подобрать. Им тяжелее всего, наверное. Они... у них такая глубокая боль. Они эту боль не могут вынести всю свою взрослую жизнь. Они ее пытаются залить алкоголем, заколоть наркотиками или занюхать наркотиками, неважно, какими... То есть наркомания и алкоголизм. Я могу с точностью сказать, каждый раз, когда я встречала, работаю алкоголик-наркоман, в 95 случаях этот человек в детстве пострадал от сексуальной травмы. Ты можешь диагностировать или увидеть по детям, еще до разговора, по поведению, что вот у него были какие-то... Да. Это видно? Да. Это агрессия? Агрессия, да. Каждый раз, когда у ребенка проблемы с гневом, это значит, что он обижен. Это значит, его как-то... Обидели. Это не обязательно может быть сексуальная травма, но может часто бывает. Потому что когда дети act out, когда у них начинаются поведенческие проблемы, а на пустом месте они не начинаются. Это правда, что здесь в Америке могут дети позвонить 911 и что-то там рассказать? Да. И они должны это делать по идее. И на это будет реакция. Да. Им в школе рассказывают. Да. Дети знают. Ну, их учат, как постоять за себя. И в принципе, это... Ну, а некоторые, как бы, abuse, это power, и пользуют, манипулируют родителями. Мол, не причины меня, я на тебя пожалуюсь. И некоторые делают. И родители, которые приходят в специальные службы, департамент социальной помощи, и начинают проводить свои расследования, открывают кейсы, и потом часто удачно его закрывают, потому что ребенок там не так понял ситуацию. Есть очень часто, сплошь и рядом. Просто есть дети, которые неправильно это пользуют, а те дети, которые должны это пользоваться, их так запугивают, что они боятся этим пользоваться. Там они должны этим пользоваться. Когда, допустим, ты приходишь с ребенком на осмотр какой-то к педиатру, и он там обнаруживает какие-то синяки, еще что-то, и педиатр докладывает куда-то там, и ребенка приходят, и могут там забрать на какое-то время, проводить расследование. С другой стороны, на это нельзя не реагировать. Если к доктору попадает ребенок в синяках, ребенок, который несовершеннолетний, который не может за себя постоять, тем более, если это младенец, на это нужно реакцию какую-то делать. Вот у меня Марина ходила в садик, приходила в синяках постоянно. Но она же не из дома приходила в синяках, а наша с садика приходила в синяках. Да, и вот тут вопрос у меня, должна ли я это как-то... А я иду к педиатру, да, к примеру. Ну, в этой стране, если она приходит из детского сада с синяками, родителю фиксировать нужно, что я этот вопрос обсудила с детским садом, потому что, если что, чтобы на тебя это не вернулось. Я вот не знала, как себя вести. Потому что я не знаю закон, я не знаю, как здесь это работает. Если выйдет где-то какое-то расследование за пределы чего-то, должна быть документация с твоей стороны, которая бы тебя защитила, что я пыталась там чего-то узнать, я спрашивала вопросы там, чтобы не вернулась на тебе. Как бы обезопасить себя. Это очень важно в Америке здесь. Так как каждый может на любого подать суд хоть за что, если какие-то проблемы. То есть, может быть, другими словами, может быть судебное разбирательство на любые темы. То есть, на любые совершенно темы, если кому-то чего-то не нравится, как я на тебя посмотрела, ты можешь сказать, что я тебя оскорбила в каком-то, после этого ты перестала спать, перестала жить, перестала, не могу больше работать. То есть, я должна тебе выплатить эмоциональную компенсацию какую-то. Идиотов. Все может быть. Идиотов. Много. Да. И такие случаи есть. Тут сложно что-то не высказать свое мнение, чтобы никого-то не обидеть. Правильно. Эта политическая корректность меня раздражает. Я считаю, я прямолинейный человек. Я помню, когда я только начала работать в своей области, сразу после университета здесь в Америке, в начале 2000-х, в хорошей компании, я там долго задержалась. И мои коллеги пытались меня придержи лошадей, как бы тебе нельзя быть такой прямой-прямой в своих ответах, как ты говоришь людям, тебе нужно немножко смягчить, как-то обходить углы. Ну, я по-русски. Хотя я уже на тот момент несколько лет жила в Америке, но я сейчас, сейчас уже 20-плюс лет, я подумаю вначале, профильтрую, как это надо сказать, а потом я стараюсь так. Потом выдаю то, что считаю правильным нужно будет сказать. К сожалению. И я ненавижу это. Ну, это, кстати, хорошая тема. Да, это очень хорошая тема. Я это не люблю. Я, например, в русском обществе всегда могу сказать, кому я нравлюсь девочкам, в нормальном плане нравлюсь, а кому я не нравлюсь. Я всегда это могу знать. В смысле увидеть? Да. Я могу это видеть. Я это читаю. Потому что человек настолько искренен, наверное, в своих движениях, мыслях, языке телодвижений, что это считывается. Нет этого фейка, как у американцев. Потому что у них часто, ну, я их тоже считываю уже на данный момент, уже опыт есть, но в русском обществе, в русскоговорящем обществе, бывший Советский Союз, это намного проще. Всеми любим не будешь, и не у всех такой хороший вкус. Вот именно. Не может быть у всех такой хороший вкус. Шутка, да? Но тем не менее. Мне в этом плане тоже, мне сложно перестроиться. Я-то и больше там поправила времени. Даже вот по клиентам, понятно, что я-то, давайте отодвинем вот эти все, там, hello, how are you, там, какой там день. Small talk. Для меня это, во-первых, английский еще, знаешь, это определенный барьер. Да. И, во-вторых, давайте ближе к делу. Вот хочется, да? По сути. Да. По сути. Но, когда мне, ну, с другой стороны, когда это отзеркаливает, и мне пишут наши, наши, да, вот клиенты, я вижу, что они иногда настолько сразу к делу, что у меня какое-то возникает, да, такое ощущение, что как будто я, что меня вот как вот наняли, и я уже вот прям обязана, знаешь, я так люблю, когда мне пишут американцы, они, знаешь, что это вот прям… нет, как хочешь, смотря, что ты скажешь. Если не понравится, я вырежу. Я вижу тебя доброй, такой пушистой, очень заботливой, вежливой, человеком, с которым приятно общаться, который хорошее настроение. Я уверена, у тебя есть свои моменты, где ты и нервничаешь, и злишься, но то общение, которое я с тобой всегда имела, оно всегда было позитивным, понимаешь, я… ты… я никогда в тебе не читала про себя, что ты меня осуждаешь в чем-то, для меня это очень важно, нет такого в тебе. Есть люди, которые… скажем так, ты не пафосная, если это makes sense. Ну, вообще не пафосная. Да, ты нет. И мне это очень нравится. Я люблю таких людей, надеюсь, я к ним не отношусь, будет интересно фидбэк получить. А я вначале уже записала про тебя, что я думаю. Да? Хорошо. Моя работа научила меня разбираться в людях, у меня есть издержки моей работы, мне сложнее, наверное, сходиться с людьми на данный момент, я их вижу насквозь лучше, и я уже не трачу время на людей, которые я вижу, они не моего плана люди. Ну, это круто. Я ее обожаю, я так довольна его выбором, а мне на осень… Она там сидит на заднем плане, я вам не буду ее показывать. Да. Очень хорошая девочка, она… я считаю, у нас с ней очень много общего, не внешне, а внутренне. Она как-то моя мини-ми за мной, очень тоже… одежда та же вкус и стиль, да, сделай мне то, что ты кушаешь, может, мне нравится, что ты кушаешь. Как-то вот с ней легко, она очень приятная домашняя девочка. Я очень довольна выбором сына. Мне кажется, в его возрасте я не делаю таких хороших выборов. Слушай, ну они у тебя так долго держатся. Ага. Такие вообще пушистые, красивые. Ну что, мы поехали. Счастливо. Пока-пока. Тут солнышко вышло, такая прям… А, я знаешь, что я не сделала? Нам нужна фотография с тобой. Да. Здесь немножко похоже на Нью-Йорк. Нет, здесь не Нью-Йорк, а под Лондон. Это… А, точно Лондон. Под Англию построен этот neighborhood. Да, что-то я это… Вот это вот мне нравится. Можно я тут пошебуршу пойду? Супер вообще. Хочется прям вот так вот фоткать. Красота. Красота. Угу. Такая тоже. Все, пока-пока. Так, ну вот отсняли. Мне лично было очень интересно. Не знаю, как вам. Пишите. Если есть вопросы, либо я что-то не спросила, что естественно, то спрашивайте, задавайте. И если что, мы можем доснять коротенькую вторую часть и ответить на все вопросы, которые были упущены. Ну а так, спасибо, что смотрели. Ну а так… ... Потом… ... … … …